здравствуйте дорогие подписчики друзья и гости с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем выпекать очень вкусный новогодний торт бисквитный торт с апельсиново-мандариновым конфитюром и нежным сливочным кремом тортик получается нежным пропитанным сочным украшать его я буду белково-заварным кремом в новогоднем стиле надеюсь вам понравится мой рецепт и идея оформления торта смотрите видео повторяйте за мной и радуйте свою семью вкусной домашней выпечкой сначала приготовим конфитюр для него нам понадобятся следующие продукты сок и мякоть 1 апельсина мякоть 4 мандарин 3 столовые ложки сахара и 100 миллилитров воды для загустителя мы будем использовать пол столовой ложки крахмала и 50 миллилитров воды сначала мы будем натирать цедру апельсина 1 на мелкой терке цедру апельсина сняли теперь нарезаем на дольки апельсин так легче будет очищать вот это беленькое мы вырезаем по возможности белую кожицу тоже срезаем если вы увидите косточки обязательно косточки вынимаем теперь мы очищаем мандарины и конечно же тоже нужно нам хорошо убрать белые пленочки качественно просто очистить его все остальное оставляем то есть берем дольку и убираем эти беленькие волокна все в идеале конечно мандарины нужно филировать но это очень долго и на вкус не повлияет у нас ничего теперь с помощью блендера нам это мякоть нужно сбить хорошо два этапа также добавляем сахар сюда половинку до пюре образного состояния кастрюльку добавляем теперь еще сюда цедру апельсина и 100 миллилитров воды ставим нашу смесь на огонь нашу смесь довели до кипения и теперь процеживаем через сито чтобы вся кожица все жилки остались на сети с помощью ложки вот мы берем и вот так помешиваем и у нас будет прозрачный сок мы вот хорошо будем протирать мякоть и вот мелкая мякоть она вкусная будет конфетюре а вот эти все крупные жилки они не нужны кастрюлю ставим на огонь сок с мандаринов и апельсинов закипел теперь загущаем его крахмалом постоянно помешиваем я добавила еще пол столовой ложки крахмала чтобы действительно конфетюр был у нас погуще вот смотрите он уже заметно гусеет поэтому и вам рекомендую добавлять одну столовую ложку пару минуток покипит и конфетюр готов густой ароматный со вкусом апельсина и мандарина настоящее зимнее настроение уменьшаем огонь чтобы сильно не кипел апельсиново-мандариновый конфетюр у нас остыл смотрите какой консистенции он у меня получился ароматный и очень вкусный теперь приступаем к приготовлению сливочного крема для него нам понадобится жирные домашние сливки 300 миллилитров 2 столовые ложки сахарной пудры и один пакетик ванильного сахара с помощью кухонной машины мы все вместе будем сейчас взбивать не долго не на большой скорости так как сливки жирные и можно легко их перевзбить и они просто будут комками и наблюдаем за кремом прошло две минуты крем уже успеет наш крем готов мягкий пышный теперь займемся сборкой торта значит с вечера я испекла бисквит бисквит выпекала форме диаметром 24 сантиметра на 5 яиц пропорции бисквита как я готовила я вам дам конфитюр у нас уже готов остывший крем тоже теперь будем собирать тортик бисквит я разрезала на три части бисквит получился очень нежным конфитюр у нас будет выполнять две роли в тортике освежать наш торт а также его пропитывать из-за этого я его сделала в меру густым как я вам уже говорила я использовала одну столовую ложку крахмала хотите конфитюр погуще добавляйте больше крахмала не такой густой добавляйте меньше то есть регулируйте сами густоту я накладываю крем вот половину крема в кондитерский мешок конфитюр не вытекал по бокам торта я смотрите что сейчас сделай сделаю с крема ободок и теперь ложкой внутрь накладываю наш конфитюр он нам и пропитает корж и подарит потрясающий аромат и свежесть тортику есть теперь остатками крема крем я разделила на две части нам понадобится на два коржа этого крема берем второй корж накрываем и повторяем все так же как с первым коржом украшать я торт буду белково-заварным кремом поэтому сливочного крема я делала немного и накрываем третьим коржом третий корж я вот слегка пропитала остатками конфитюра и накрываем хорошо придавливаем лопаточкой края все замазываем и тортик отправляем в холодильник на два часа чтобы крем схватился теперь начинаем оформлять наш тортик вверх я покрыла белково-заварным кремом выровняла пока мы будем делать насадка звездочка у меня маленькая насадка на 5 зубков будем делать вот такой рисунок то есть просто крутим как петли делаем и вот одна за другой рецепт белково-заварного крема есть у меня на канале будет ссылочка под видео поэтому готовьте по моему рецепту и украшайте с помощью моих видео начинаем украшать наш торт сейчас делаем шишку одну я сделала и сделаю сейчас вторую на тортике будет две шишки пользуюсь окрасителем коричневым кого производителя топ продукт вы часто мне задаете вопрос чем я окрашивая вам сразу и отвечаю вот на палочке я всегда делаю шишку очень удобно у меня много украшения торта в новогоднем стиле еще с прошлого года поэтому заходите на мой канал плейлисты торты и смотрите украшения там есть на любой вкус и шоколадом и декор гелем и кремом я делаю шишки насадкой роза лепесток розы сегодня мы будем украшать торт новогодний цветами шишками и также на тортике будут свечи все подробно вам покажу расскажу и я думаю вы сможете спокойно украсить тортик такой для своей семьи теперь смотрите шишка у нас готова берем ножницы снимаем и переносим ее на тортик у меня по центру будет две шишки вот ставим ее так как нужно нам поправили его две шишки уже у нас есть на тортике продолжаем украшение между двумя шишками по центру мы сделаем хризантем крем я окрасила бирюзовым цветом гелевый краситель торговой марки украса от украинского производителя значит смотрите вот на гвоздик я высаживаю крем у меня остался коричневый но неважно высаживаем крем так чтобы у нас хорошо как бы он сидел теперь я беру насадочку хризантема номер 79 полумесяц такой берем удобно обязательно кондитерский мешок и начинаем сверху есть уйма способов как делать хризантему можно снизу можно начинать сверху сегодня мы начнем хризантему делать сверху теперь начинаем отсаживать лепесточки еще хризантему можно делать разными способами и разных сортов видов как бы можно делать открытую хризантему можно делать закрытую когда делаешь хризантему не нужно торопиться каждый лепесточек тщательно нужно отсаживать когда идете уже к низу нужно как бы лепесточки хризантемы понемногу открывать то есть оттягиваем их сторонку смотрите какая пышная у нас она получается теперь берем ножницы снимаем ее вот так вот и по центру посаживаем на тортик теперь маленькая насадочка троечка кругленькая нам нужно наметить где у нас будут ветви ели ничего там если мы примерно от чего нам нужно будет отталкиваться и вот так и по эту сторону тоже сделаем украшение торта это вы понимаете ваша фантазия что вы придумаете то и будет так но теперь покажу как просто сделать веточку ели вытягиваем крем окрашивала белково-заварной крем я индийским сухим красителем зеленая пихта теперь с помощью красного декор геля и красителя мы добавим красок наш тортик значит смотрите с помощью корнетика я вот высаживаю такие цветочки бутончики красные также у нас будут по обе стороны рождественские цветки но перед тем как делать этот цветок нам нужно сделать лепесточки просто потом нам трудно будет это сделать поэтому во все стороны листики теперь будем делать рождественский цветок есть уйма способов и насадок как его сделать сегодня я покажу один из них насадка листик обычная и будем делать прямо на тортике цветов что я хочу вам сказать у меня на канале есть мастер-классы по рождественскому цветку очень красиво получается и просто поэтому кто хочет научиться будут ссылки под видео и пожалуйста делайте тортики с рождественскими цветками это очень красиво и нарядно значит смотрите сделали серединку и теперь от серединки отсаживаем листики только прямо это самый простой способ делается сразу же на тортике сделаем вот так вот и теперь отпустим обязательно вытираем насадку и сделаем вот еще между лепесточками коротенькие листики один есть и второй также делаем теперь с помощью корнетика и желтого крема мы сделаем серединку зубочисткой я себе начертила где у меня будут свечи одна поменьше одна побольше и насадочкой на 6 зубков звездочка мы сейчас будем делать свечи делать свечи вот так одна есть поправили вторая с помощью корнетика и красного красителя мы вот сделаем огонь из свечей вот такой красивый новогодний тортик с апельсиново-мандариновым конфитюром и нежным сливочным кремом у меня получился на данное украшение тортика я использовала белково-заварной крем на три белка крема немного осталось можно приготовить кексы и украсить их тоже в новогоднем стиле тортик в разрезе сама нежность очень мягкий пропитанный с ярко выраженным цитрусовым ароматом и вкусом нежный сливочный крем торт не приторно сладкий очень нежный освежающий вкус имеет поэтому порадуйте своих родных и приготовьте на новый год или рождество такой вкусный и нежный тортик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока-пока до новых встреч пока